Привет, бро! Успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, если ты успел поставить лайк, а если не успел, то тебе завтра в школу. Ха-ха-ха-ха! Привет, дружище! Я с тобой Воблер, это у нас новая эволюция Стикмана. Мы сегодня с тобой будем эволюционировать свою армию, будем сражаться против врага, а также мы здесь в игре находимся на 21 уровне. Я думаю, что мы проведём в районе 20 боёв, и я думаю, что это будут эпические битвы. Поэтому присаживайся поудобнее, и поехали! Вот такая вот крутая у меня армия, у меня есть орки, и мы сейчас идём вперёд. Let's go! Посмотрим, что же будет против нас. У врага какие-то новые юниты, это копейщики, а также горящий мечник. Драка пошла, давай, кто же кого? Я думаю, что мы победим. Ха-ха-ха! Да, точно, ребята, победа за нами! Круто! Вот такая вот у меня армия на данный момент. Но также у меня есть замок, где есть куча новых юнитов, которые я уже здесь получил. Я открыл много сундуков за 150 тысяч золота, я к ролику подготовился. И у нас, ребята, будет реально эпичная сегодня армия. Но пока мы с тобой побеждаем, мы будем дальше играть, будем смотреть вообще, что у врага за армия. А, я вижу, у него ниндзи есть! Вот смотри, внизу такие! Они умеют телепортироваться, сзади вылазят, и наших как-то там пытаются ножичками завалить. Ха-ха! Но нам всё нипочём, потому что я это всё предусмотрел и сзади поставил тоже чуваков с мечами. Давайте, орки, рубите всех! Дышь, вырубили врага! В лёгкую! Давайте мы сейчас с вами пообъединяем здесь войска. Вот, смотрите, чтобы они более крутые были, уже у нас идут копейщики более высокого уровня. Я в шоке! Теперь, ребята, с пистолетами! Таких юнитов мы ещё не видели, смотрите! Вообще, даже ниндзи крутые! Да мы всех сможем побеждать, ребята! Вот это жесть! Теперь их, конечно, стало поменьше, но я все их объединил. Давайте мы копейщиков поставим на поле боя, вот сюда. Так, я его поставил или нет? Да, вот они стоят. А мы можем объединить здесь? Нет ничего, тут мечники, лучники, маги. Ладно, копейщики, я думаю, должны быть спереди, потому что они крутые. Маги где-то сзади, можно этих орков вообще убрать. Давай мы лучников четвёртого левела поставим сзади. А вот у нас, смотрите, ребята, есть ниндзи четвёртого левела. Блин! Вот мы сзади ставим ниндзь, а также какие-то копейщики четвёртого левела мы сюда переставляем. Орк у нас третьего, мы наперёд. Где у нас орк? А, можно орка объединить, кстати, смотри. Вот у нас два орка. И орк четвёртого, у него белая бита! Офигеть, четвёртый уровень, это эпически. Вот есть какие-то чуваки с пистолетами, давайте мы их поставим сзади. А вот есть, смотрите, мечники четвёртого уровня, два места орка. Я думаю, что враги против нас ничего не сделают. С такой армией можно воевать вечно. Сзади у меня ниндзи респанулись, просто вырубили лучников и всё. Я в шоке, у меня настолько мощная армия, что можно тут ещё уровней 20 только этой армией пройти. Возможно, у вас возник вопрос. Воблер, откуда ты взял такую крутую армию? Ребята, просто здесь крутил рулетку очень долго. Вот крутил-крутил, наверное, целый час. Насобирал много денег, также разных юнитов. Потом покупал здесь ящики и, таким образом, получилось, что у меня в замке очень много крутых юнитов. Потом только что объединил, как ты видишь. Они стали ещё круче. Также мы можем здесь покупать ящики. Вот серебряные за 5 тысяч. Видишь, орк второго уровня. Давай ещё откроем. Какой-то бомбермен даже есть. Кстати, бомбермена я не ставил. Ну всё, хватит тут вставить. А подожди, у меня есть лучники четвёртого. И здесь лучники четвёртого. Сейчас мы сначала поставим мага первого уровня, чтобы сюда лучники добавились. Вот, смотрите, мы их объединяем. Получается, лучники пятого левела. Вообще, в каких-то шапках, в плащах. Это дикие лучники. У меня такого ещё не было. Безумие какое-то. Конечно, с такой армией воевать это вообще влёгкую. Я не знаю, что сейчас за битвы будут, ребята. Просто какая-то легкотня. А сейчас их просто будем вырубать на изи. Сзади появляются наши ниндзи. Вырубают лучников. Они ничего не успевают делать. Мне кажется, или моя армия очень сильна. Ребята, сейчас нахожусь на 31 уровне. На изи побеждаю врага. Дело в том, что я отключил Wi-Fi. И прошёл несколько уровней нечаянно. И уже вот куда зашёл. Смотрите, у врага реально крутая армия. У них мечники третьего уровня. Но у меня четвёртого. Потому что они даже в крутых шлемах. Давай, летс гоу, поехали. Я включаю стрелы. Давайте, пацанчики, стрелами застреляем врага. Вперёд. 31 уровень. Накидываем по врагу. Да, наши орки сейчас покажут, кто здесь самый крутой. Победа. Новый уровень. Мы видим, что у них маги есть. Мечники. Я думаю, что мы их на изи завалим. Сзади ниндзи наши респаются. Своими ножичками вырубают лучников. Маги тоже пытаются стрелять электричеством. Но у них ничего не получается. Враг продержался всего лишь 4 или 5 секунд. Мне кажется, что в этой игре я стал каким-то читером. Потому что враги ничего не могут нам сделать. Мне кажется, что я очень много крутил рулетку. Ха-ха. 34 левел. Погнали. У них сзади ниндзи респанулись. Пытаются вырубить наших лучников. Лучники тоже сзади постреливают. Даже один орк наш взял и развернулся. Получается, за одну минуту можно пройти 5 или 6 уровней с моей армией. У врага уже начали появляться бомбермены какие-то. Но это его не спасает. У меня открылся еще один слот клеточек сзади. Но я ничего ставить не буду. Потому что мы и так побеждаем. Зачем это мне? Когда начнем проигрывать, тогда уже начнем что-то покупать. Для нашей армии. А пока что будем играть тем, что у нас есть. Потому что армия реально прокачанная. Почти все 4 уровня. Но там вот с пистолетами только малютки бегают 2. 37. Мы видим у врага 3 орка. Давайте наши копейщики вперед. 4 копейщика на одного орка напали. Копейщики живые. Смотрите. Побежали вперед. Один только умер. И там сзади еще бомберман где-то помогал им. У врага одни мечники. Что это у вас за тактика? Вперед! Включаю стрелы! Сейчас наши лучники выстрелят. Сзади даже ниндзи респанулись. Напали на этих мечников. Ну, мечники, кстати, продержались на пару секунд дольше. Чем вся вражеская остальная армия. Здесь у нас ящики. Я насобирал ключи. Дело в том, что я отключил Wi-Fi. И понятно, что дальше не смогу за ролики открывать сундуки. Но ничего страшного, потому что маги у меня есть. Да и так у нас все хорошо. Это что за монстры второго уровня с топорами? Они огромные! Мне страшно! Летс го! Поехали! Посмотрим, что они сделают. Наши ниндзи сразу появились. Вырубают вражеских лучников. Пошли и вырубили этих топорщиков. На! Врага не спасает даже новый юнит, которого он где-то взял. 40-й лавел. У них уже маги третьего уровня. Ничего себе! Мечники четвертого вот сверху стоят. Ну, пошли, пацаны, вперед! Сейчас наши ниндзи вырубают мага, вырубают лучников. Ниндзи, конечно, страшная сила против вражеских воинов, которые стреляют на дальней дистанции. В эту игру можно играть без интернета. Но понятно, что ты не получишь те бонусы, которые там Х4 или Х8 сзади. Так как у меня армия реально крутая и побеждает, потому я это все отключил. Чтобы не смотреть на зойливую рекламу. Ого, мы видим, что враг все клеточки забил. Ты посмотри, какая у него огромная по численности армия. Но мы не боимся! Вперед! Давай еще стрелы включим. На изи все вырубаем. Мы пройдем еще уровней 8, даже не почувствуем врага. Стикмен баттл! Вперед, ребята! Накажем их всех! Вы скажете, воблер, так неинтересно, ты всегда побеждаешь. Ребята, ну честное слово, я не хотел так. Я переборщил с армией. Она настолько мощная, что враг не может ничего сделать. Кстати, у врага довольно топовый орк. Такой же, как и наш, третьего уровня. Летс го, поехали! Посмотрим, как наши тут будут воевать. Но я думаю, что нормально будут воевать. Потому что у нас лучники пятого уровня. А у них лучники четвертого, смотрите! Там что-то стоят, их тоже много. Ничего себе! Как-то сложнее нам стало. Вот у врага много мечников. Ниндзи спереди. Ниндзи, они же телепортироваться будут куда-то назад. Я думаю, что сейчас будет битва довольно интересная. Сразу применяю стрелы. Потому что есть вероятность того, что мы даже проиграем. Так, вырубили ниндз сзади. Наших ниндз тоже вырубили вражеские лучники. И вот орки пошли вперед. Валите всех! Вынесли. Мы даже получили кристаллы, но их с четыре не могу сделать. Ай! Хнык-хнык. Но ничего страшного. Я вне ролика буду крутить рулетку. И все это компенсирую. Потому... Не стоит расстраиваться. Пошли вперед. Вот что у врага. Мы видим чуваки со щитами. У нас со щитами четвертого уровня. У них, наверное, третьего. Наши ниндзи. Что бы я делал без ниндзи, я даже не знаю. Кстати, их вынесли лучники. То есть ниндзи хоть и умерли, они как бы немножко отвлекли вражеских лучников на себя. И за это время наша армия смогла продвинуться вперед. Вот что у врага. Я вижу, что пистолеты более высокого уровня. То есть у них шапочки не такие, как у меня. Возможно, третьего уровня. У меня пистолеты второго. Вот видишь? Вот они стоят сзади. Такие малютки. Но ничего, пошли вперед. Огонь, заряжаем стрелами. Много стрел для наших лучников. Вперед, там что-то маги даже работают. Я магов убрал. Потому что у меня вроде бы армия и так хорошо воюет. Зачем нам еще маги? У меня есть чуваки с пистолетами, которые стрелами стреляют, что ли? А ну, чем вы стреляете? Ничего себе, какая вражеская армия. Орки наступают. Надо валить этих орков. Смотрите, красные такие. Вырубили их. На нашей стороне тоже есть орки. Погасили врага. 49-й левел. Вперед! Надеюсь, что на 50-м будет какая-то крутая вражеская армия. Давайте, ребята, воюем. Нам все сложнее и сложнее становится, потому что враг держится. У них даже сзади маги появились ниндзи. Вижу, что армия врага крепчает. Но это нас не остановит, потому что мы ничего не боимся. Мы идем до победы. Сколько бы у нас не было юнитов и сколько бы мы не потеряли своих. Победа будет за нами. Давайте, ребята, рубите. Орк, кстати, когда прыгает, у него как-то булава светится. Так, что тут в магазине? Никаких ресурсов не появилось. Обычно тут за ролики смотрю, все забираю. Ладненько. Ну, давайте мы здесь что-то откроем. Потому что у нас уже есть деньги. Так, здесь мечники все второго уровня. Попробуем объединить. Может быть, даже что-то и получится. Давай, объединяем. Что тут можно объединить? А вот щиты появились четвертого уровня. Ух ты, если мы сейчас щиты сюда переставим и мечников. Где наши мечники? То они будут еще выше уровня. Давайте вместо них мы поставим каких-то слабаков. Что мы можем поставить? Вот. Типа. Типа мы его ставим вот сюда. А вот этого слабака мы ставим вместо мечников. Так, объединяем. Вот щиты пятого левела. Ирон Гуард. Тоже пятого. Что надо еще? Так, ну тут у нас второго. Тут второго. Бомбермены. У нас бомбермены какого уровня? Там второго, тут второго. То есть надо тех сюда переместить. И все будет хорошо. Первого поставим, чтобы они сюда переместились. Так, объединяем. Бомбермены четвертого. Значит, бомбермена мы переносим куда-то назад. Ниндзи у нас тоже есть. А, это получается третьего. Вот это четвертого, да? А вместо вот этого малютки надо что-то поставить. А что у нас есть такое интересное? Можем, в принципе, еще ниндзь поставить. Ну, бомбермены пусть будут. Давай мы ниндзя назад. Где наши ниндзи? Вот они. Или это не ниндзя? А, вот ниндзя третьего. С левой стороны. Мы его назад перемещаем. Вот наши ниндзи будут как раз перемещаться. Тут лучник. Вообще слабый лучник. Зачем нам такой лучник? Если у нас есть... А, вот лучник второго. Тут второго. Или какого это уровня? Давай мы, значит, лучника третьего переместим сюда. Тут у нас два лучника второго. Они станут третьими. И сейчас третьего мы снова сюда переместим. Смотри, сейчас мы тут все нахимичим. Тут мы объединяем. Он получается четвертого. И четвертого меняем сюда. Мага у нас третьего. Ну вот, нормально у нас армия заряженная. Конечно, мы и так побеждали. Но все же, давай вот этого чувака. Смотри, какие они. Наперед поставим с мечом. С копьем точнее. Ну все. Смотри, какая заряженная. Мне кажется, что враги будут в шоке. Они такого не ожидали. А также посмотрим, что мы только что там выполнили. Не, вражина, тебе хана. Сзади ниндзи респанулись. Если бы было у меня больше ниндзи, я бы всех поставил, чтобы они чисто толпой ниндзи вырубили. Чтобы чисто один орк спереди идет, а сзади куча ниндз. У нас какие-то мечи внизу добавились. Еще дополнительные способности, которые нам помогают. Вот смотрите, внизу. Вот тут они были. В правом нижнем углу. Вот тут сверху накопилось. Давай посмотрим, что мы выполнили. Можно что-то по миссиям забрать? Вот мы забрали. Звездочки. Тут 200. Сейчас на третий уровень перейдем. Тут мы еще ничего не получаем. Тут у нас тысячу мы получили. Ну все, скоро четвертый уровень. А тут мы вот за четвертый уровень забираем одного мага. Какого-то днищенского первого уровня. Что это такое? Такое все слабое. Но правда мы и так побеждаем. Грех тут жаловаться. Но это все потому, что, ребята, я целый час тут смотрел ролики. И крутил рулетку. А что это такое? Смотрите. Щиты. А, теперь щиты типа стали прочнее. Видишь? Есть меч. То есть мечники наши будут более крутые. И есть стрелы. Прикольно. А для орков пока что ничего не добавилось. Возможно, эти способности появляются, когда моя армия достигает определенного уровня. То есть они стали желтые, наверное, но там внизу и высветилось. Вы поняли, что вообще этот секрет? Так, летс говну. Побежали. Вперед. Стрелы. Включаем огонь. Супер стрелами. Так, включаем мечи. Правда, мечи. Где у меня мечи? А вот с правой стороны, вверху где-то, возле орков. Брать, защиты даже не успел включить, потому что мы победили. На изи все проходим. Да, ребята. Был немножко нубом здесь, а теперь стал супер читером. Без читов. Читер без читов. Все здесь законно. Все нормально. Пошли в атаку и победили. Ого, вы посмотрите, какой вражеский орк против нас. Дяденька, ты реально крутой. Ну что, посмотрим, как наши справятся с орками. Сзади появились ниндзи и как раз бьют этого орка. Самого сильного. Офигеть, он с удара всех ниндзь прихлопнул. Своей битой с шипами. У него бита какая-то более крутая. Вперед наши ниндзи. Мы одолеем врага. Бейте всех. Да, дорогие друзья. Мы всех здесь вырубаем. Я вижу, что враг тоже прокачал чуваков со щитами. Но это их не спасет. Ребята, 57 уровень. Бьем всех. Где же их крутые чуваки с топорами? Я их вообще здесь не вижу. Снова орк. 58. У них очень много ниндзи. Они напали. Гонятся за нашими чуваками с бомбами. Пока они гнались. Наши лучники просто в спину накидали. Да, быстро проходят битвы. Но если успел посмотреть на этот эпический момент, значит успел. 59. Я говорил 20 уровней. Да мы сейчас, ребята, 40 прошли. Вперед. Всех выносим. Давай, драка пошла. Да, битые сверху. Дорогие друзья. Если вы сейчас смотрите ролик. Значит, не моргайте глазами. Потому что вы можете моргнуть и бой закончится. Все так быстро здесь происходит. Ого, у них маги какие-то крутые. Четвертого левела. И ниндзи много. Это реально эпическая битва. 60 уровень. Смотрим, что получается. Ну, вроде бы мы атакуем, конечно. Но врага армия тоже была не слабая. 61 уровень. Огонь. Ну что ж, дорогие мои друзья. На этом победном моменте. Я думаю, что мы завершаем ролик. Мы здесь очень сильно прокачались. В следующем видео мы посмотрим, куда мы сможем дойти. Я думаю, что мы с вами даже покорим 100 левел в этой игре. А с тобой был Воблер. Оставайся на канале. Смотри другие ролики. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok